Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в Коломенском районе Московской области, а за моей спиной находятся посадки картофеля сорта гала. С виду картофель выглядит просто замечательно, но все же на этом поле имеется одна проблема. Давайте посмотрим с вами, что же это за проблема. Заходя в поле мы можем найти растения, у которых листья начинают увядать и складываться лодочкой. При попытке вытащить это растение из земли это не составляет никакого труда, так как подземная часть практически полностью сгнила. Часто такие растения отстают в росте и с легкостью можно вытащить их из земли. Итак, пройдя не более 20 метров по полю, мне удалось обнаружить несколько растений с одинаковыми симптомами. У всех этих растений корневая система либо полностью сгнила, либо практически сгнила. Давайте посмотрим, в каком состоянии находится у нас проводящая система растений. Для этого разрежем стебель и здесь видно, что практически полностью внутренняя часть стебля тоже сгнила. Если разрежем чуть выше по растению та же самая картина. Да, это именно бактериоз картофеля. Так называемая черная ножка. По результатам лабораторных исследований на данном поле присутствует три разных вида бактерий. Есть ли способ победить бактериоз картофеля? Да, есть. Лучшим способом было бы заменить посадочный материал. Но в данном случае это слегка запоздалая мера. На данном этапе развития мы можем приостановить распространение бактериозов и предотвратить заражение здоровых растений. Для этих целей мы добавим в систему защиты картофеля новый комбинированный медсредлежащий фунгицид Redamil Gold R и обработаем половину поля этой схемой. Вторую половину поля мы оставим без изменений, то есть без медь содержащего фунгицида. А в конце года мы проверим удалось ли нам сдержать распространение бактериозов с помощью нашего фунгицида.